28 дней до главного спортивного события этого года для Алтая и не только. Еще чуть-чуть и Барнаульский грибной канал будет принимать гостей. А пока апрельский мороз неожиданно сковал его льдом, поэтому работы на воде приостановлены. Когда мы все раскрасим, будут натянуты дорожки, будут там у нас разметка, все красиво будет видно будет. Тысяча метров, пятьсот, вот в этом будет двести метров, то есть у нас три дистанции. Зато на берегу работы продолжаются, все продумано до мелочей. А чтобы обеспечить безопасность и четкую организацию, судьи, спортсмены и СМИ будут максимально разобщены. Зрители же смогут наблюдать за грибцами только с противоположного берега. За спиной у нас готовятся трибуны. Три секции по тысяче человек, по тысяче мест. То есть у нас здесь будет размещено три тысячи болельщиков, зрителей. Там дальше просматривается дорога, где поднята дорога. Ее сейчас асфальтируют, готовят. Вдоль ее будут размещены все торговые точки. А вот, кстати, и они. Таких торговых павильонов в дни соревнований планируется разместить на гривном больше 70. Все они стандартных размеров и даже надписи на вывесках должны быть одинаковыми, вне зависимости от того, какую продукцию будет предлагать предприниматель. Таковы требования организаторов. На задней стене и левой части павильона можно размещать свою рекламу. Мы там указываем, где можно в черно-белом формате, где в полноцветном. Это требования федерации по гребле, и у них есть тоже определенные стандарты. Медицинская помощь, пресс-центр и зал для совещаний будут находиться в самом спорткомплексе. Здесь последние приготовления. Осталось только провести электричество. Буквально из окна виднеется стройка. Будущая так называемая деревня для спортсменов. Это 50 шатров, отдельный для каждой команды. Беспокоит это благоустройство. То есть озеленение такового до 20 мая мы не сможем сделать. По крайней мере, где-то газоны сделаем, зачерним их. Ну, без цветов, будем так говорить. А вот с волонтерами проблем нет. Со всей страны заявок поступило около тысячи. Отобрали только 400 добровольцев. В первую очередь, они примут участие в размещении и сопровождении гостей-зрителей. Поэтому один из главных критериев – знание английского языка. К слову, самому взрослому волонтеру 74 года. Волонтеров можно узнать вот с таким замечательным рюкзаком и в брендированной одежде. В фирменный стиль, сине-фиолетовая форма. У ребят будут куртки. И еще кое-что из формы. Поэтому наших ребят вы точно узнаете. В Барнауле пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках Каноэ. Первый состоится в Венгрии буквально за неделю до соревнований на Алтае. Привезти свои суда гребцы из Европы просто не успели бы. Поэтому в Барнаул уже доставили 300 новых лодок. Организаторы заверяют – сделают все, чтобы никакая ложка дегтя не испортила предстоящий праздник. Анна Рашегирова, Дмитрий Денисов. День с толком.